Здравствуйте! Эфир продолжает программа события. В студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Соболезнования родным и близким выразили глава Кировского района Игорь Рудаков и военнослужащие. О том, каким был старший лейтенант, в нашей съемочной группе рассказали его близкие. Проститься с летчиком морской авиации старшим лейтенантом Михаилом Фатьяновым пришли родные и близкие, сослуживцы, представители городской власти. Он погиб, выполняя боевые задачи в ходе специальной операции на Украине. Те, кто хорошо знал Михаила, рассказывают, что он был очень ответственным, на него всегда можно было положиться. Героический погиб. По собственному желанию он поехал в передовой команде. Был сбит. Родные и близкие вспоминают. Прадед Михаила прошел всю Великую Отечественную войну. Оставался в строю, несмотря на многочисленные ранения. Был награжден несколькими орденами славы, орденом Красного Знамени. Следуя примеру героического предка, Михаил сначала пошел в армию, а потом стал контрактником и отправился на передовую. Пусть будет авторитетом наша Красная Армия. Пусть будут авторитетом, как всегда в нашей стране были защитники Отечества. Нет высшей славы, чем жизнь положить. Люди за други своя. Старший лейтенант Михаил Фатьянов имеет ведомственные награды. Указом президента Российской Федерации представлен государственной награде «Орден мужества». Михаилу было 32 года, у него остались родители и младшая сестра. Погибшего похоронили на Смышляевском кладбище. В Самарской области уволили руководителя Департамента торговли и потреб рынка региона Алексея Сафронова. Кадровое решение принял губернатор Дмитрий Азаров. В пресс-службе правительства поясняют, что в период введения санкций ведомству давали поручение не допустить негативных сценариев в потребительском секторе. Больше месяца жители жаловались на отсутствие сахара, соли и гречки в магазинах и на рост цен. Однако в отчетах ответственных чиновников ситуация с продуктами питания выглядела благополучной. Руководителя профильного департамента Алексея Сафронова уволили за недостаточную включенность в решение социально значимых проблем жителей региона. Апрель – месяц благоустройства. Готовить Самару к лету традиционно выходит весь город. В эти выходные состоялся первый крупный субботник – Гагаринский. На него вышли почти 20 тысяч человек. Глава города Елена Лапушкина наводила порядок в знаковом месте – сквере Фадеева. Как проходила уборка, увидела наша съемочная группа. Весеннее обновление космического масштаба. Более 20 тысяч человек приняли участие в Гагаринском субботнике. Традиционно его проводят в преддверии Дня космонавтики. На уборку города вышли муниципальные служащие и глава Самары Елена Лапушкина. Гагаринский – первый в череде общегородских субботников в апреле. Глава города и около сотни сотрудников разных департаментов администрации наводили порядок в сквере Фадеева, который прилегает к дому номер один по проспекту Ленина. В народе его прозвали «Дом Козлова», поскольку история этого здания началась в 1961 году с приказа главного конструктора завода «Прогресс» Дмитрия Козлова, который затем и сам жил в этом доме, а также участвовал в создании сквера. Символично, что именно с этого общественного пространства начинаются акции по уборке города. Ведь даже само слово «космос» в переводе с древнегреческого означает «порядок». На внутригородских районах, на тех территориях, которые закреплены за районами, инвентарем обеспечивает сам район. Там, где работает на общественных пространствах гор Зеленхоз, муниципальные предприятия, МП благоустройства, парк Самара, самый парк, ну то есть набежные, естественно, сами набежные. Мешков, лопат, грабель, всего хватает. Александр Наумов работает в городском департаменте спорта. Вместе с коллегами тоже вышел на субботник. Зима закончилась, в этом году зима была очень снежная, и очень много парков, скверов остались еще в остатках снега, и нужно было убрать, помочь, чтобы детишки могли выходить играть, чтобы люди спортом могли заниматься. Сквер Фадеева в 2019 году благоустроили по федеральной программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». В ходе рейтингового голосования именно этот сквер тогда занял лидирующие позиции. После проведенных работ здесь появился уникальный детский городок с луноходами, ракетами и другими тематическими объектами. В сквере установили современные скамейки, навесы от солнца, на дорожках смонтировали плитку, оборудовали каскад спортивных площадок, уложили современную беговую дорожку. Напомним, что именно жители выбирают, какой парк или сквер необходимо привести в порядок. Уже с 15 апреля начнется голосование за объекты, которые будут благоустраивать в следующем году. Свой голос можно отдать до 30 мая на платформе 63.городсреда.ру, пройдя авторизацию через госуслуги. В голосовании будут участвовать 20 общественных пространств по всему городу. Светлана Кудрявцева, Василий Калдашов, События. Вооружившись инвентарем на уборку города вышли и муниципальные служащие Ленинского района. Вместе с работниками районных служб благоустройства, управляющими компаниями и неравнодушными жителями приводили в порядок дворы и общественные пространства. Задача минимум – разрыхлить снег и убрать мусор. Задача максимум – благоустроить дворы и общественные пространства. Гагаринский субботник объединил представителей администрации УКА, ТСЖ, коммунальных служб и неравнодушных жителей Ленинского района Самары. Мы традиционно в начале месячника проводим работы, связанные со сбором мусора из вытаившего снега, ворошение снега, для того, чтобы он как можно быстрее растаял. А там, где уже позволяет земля сухая, то мы уже начинали даже и покраску малых форм, деревьев. И вот уже такие работы, которые приводят к красоте. Во дворах и на незакрепленных территориях района наводили порядок почти 1400 человек. Активно помогали управляющие компании жители двора в границах Молодогвардейской полевой. Мы вышли, чтобы преобразить наш двор, привести его в порядок после долгой-долгой зимы у нас. То есть, чтобы наконец-то быстрее засадить цветами, украсить его, чтобы он, как всегда, был у нас красивый, благоухающий. Это один из самых активных дворов в нашем жилом фонде, который мы обслуживаем. Наша задача – помочь убраться во дворе и обеспечить инвентарем, мусорными мешками. От организации задействованы 8 человек. Это дворники, инженера, мастера по благоустройству. Именно благодаря инициативным жителям удалось благоустроить и небольшую площадку дома 49 на улице Чернореченской с фонтаном, который установили в прошлом году по губернаторскому проекту содействия. Эту территорию тоже приводят в порядок после зимы. Я всегда хотела, лет 25, хотела здесь что-то сделать, благоустроить. Я инициативу Елены Юрьевны очень хорошо сделали. Мы еще думаем, какие-то здесь что-то сделать, какие-то проекты. Впереди масштабное весеннее преображение. В Самаре состоятся еще два субботника – 16 апреля муниципальной и 23 числа общегородской. В общей сложности навести порядок планируют на территории площадью 46,5 миллионов квадратных метров. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков, События. В Гагаринском субботнике, который прошел в Самаре в минувшие выходные, приняли участие не только городские власти, службы благоустройства, сотрудники промышленных предприятий, управляющие компанией, ТСЖ, ЖСК, но и жители. Итоги работы подвели на совещании в мэрии под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Подробности в нашем сюжете. Около 20 тысяч человек вышли в минувший выходной на улицы города, чтобы принять участие в Гагаринском субботнике. Не только городские власти, но и службы благоустройства, сотрудники промышленных предприятий, управляющих компанией, ТСЖ, ЖСК, жители. На совещании в мэрии под руководством главы Самары Елены Лапушкиной подвели итоги проделанной работы. На уборке города было задействовано 278 единиц техники, в том числе 68 самосвалов. Каждый из них сделал по несколько рейсов. Как результат, вывезено 1706 кубометров отходов. Помимо сбора мусора, участники субботника ворошили снег, который в теневых местах еще сохранился. А также ремонтировали дорожные ограждения, очищали фасады домов и световые опоры от незаконных объявлений. Была проработана схема по раздаче инвентаря, назначены были ответственные. Ну и также была проговорена схема сбора мусора и вывоза с территории городского округа Самара. Те планы, которые задачи ставились по видам работ и по объему по Гагаринскому субботнику, практически были выполнены. Единственный момент – то, что немножко смазала погода, пошел дождь. Поэтому во второй половине муниципальные предприятия также продолжали работать, но в основном уже на вывозке мусора. Особое внимание глава Самары Елена Лапушкина уделила ситуации с частичным обрушением входной группы 83-го дома на улице Куйбышева. Здание находится в стадии признания аварийным. С 2010 года там никто не проживает. В результате инцидента никто не пострадал, доложил глава Самарского района Роман Радюков. Сейчас там есть угроза обрушения? Сейчас угрозы обрушения там нет. Действительно, я вчера, как вам докладывал, это входная группа к основной литере А. Там никто не проживает. На первом этаже находится объект Патрепрынка, на втором этаже никто не проживает. Глава Самарского района рассказал, что все противоаварийные работы по адресу были проведены. Управляющая компания вывезла мусор, образовавшийся в результате обрушения. Огородила прилегающую территорию фан-барьерами. В ближайшее время будет решена судьба стены, выходящей на улицу Куйбышева, которая раньше была связана с пристроем, а сейчас оказалась без опоры. Экспертиза с участием представителей управления объектов культурного наследия покажет, можно ли ее снести. Виктория Шарая, Василий Колдашов, События. На Вилоновской начался ремонт проезжей части. Работы планируют завершить уже в мае. Первый участок от Волжского проспекта до улицы Чапаевской начали делать в ночь с воскресенья на понедельник. В общей сложности в Самаре в этом году отремонтируют 30 участков дорог. На первом этапе ремонта фрезерования Вилоновской побывал наш корреспондент. В начале улицы Вилоновской активно работает строительная техника. Пять самосвалов, экскаватор-погрузчик и комбинированная дорожная машина. В помощь технике пять рабочих. Идет первый этап ремонта большими картами улицы Вилоновской. В ночь на понедельник бригада отфрезеровала порядка 4000 квадратных метров асфальта. Отрезок дороги от Волжского проспекта до улицы Чапаевская. Задача убрать все дефекты дорожного полотна, тем самым подготовить участок к укладке смеси. Мы готовились как бы уже давно, уже геодетические изыскания какие-то делали. И соответственно, да, там у нас отсняты практически все кварталы уже. Есть продольные профили, все вот это вот как бы наблюдаем за этим. То есть изучена колейность, где какая, где-то местами она достигает 7-8 сантиметров. От улицы Самарской и вот примерно, ну, до Ленинской. Еще там где-то в районе Братьев-Корстылевых тоже есть проблемные участки. Все технологии должны быть соблюдены, при том, что сейчас ввели новые поправки. Ну, то есть новые асфальты, точнее, новые ГОСТы. И там к ним гораздо больше как бы требований, больше показателей, которые мы должны выдержать. Для того, чтобы полотно было долговечным и как бы отслужило свою гарантию. Улицу Вилоновскую от Волжского проспекта до Цумы Самара ремонтируют по нацпроекту безопасные качественные дороги. Горячим, щебеночно-мастичным асфальтобетоном на полимерно-битумно-вяжущем. Применение новейших технологий и современных материалов стандарт при реализации дорожного нацпроекта. Владельцев автомобилей и дорожной службы просят быть внимательными и не оставлять машины в местах производства работ. Объекты, которые в этом году запланировали проведение ремонтных работ, установили информационные щиты, на которых отражена информация о ходе выполнения работы, о подрядной организации и так далее. Хотелось бы попросить жителей не оставлять автомобили свои на проезжей части в момент проведения работы, так и увлажнять работы по укладке, увеличивать сроки на ремонтные работы. Ремонт дороги по Вилоновской планируют завершить в мае. Остальные улицы, их более 30 по всей Самаре, приведут в порядок до конца октября. График работ уже составлен. Хотя по опыту прошлого года ремонт дорог может завершиться и раньше срока, если позволит погода. Закуплены все стройматериалы. Контроль за качеством работ ведется круглосуточно на всех этапах ремонта муниципальным бюджетным учреждениям дорожное хозяйство. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События. За сутки в Самарской области зафиксировали еще 226 случаев заболевания коронавирусом. В регионе сохраняется масочный режим, а значит в Самаре продолжают контролировать, надевают ли пассажиры маски в общественном транспорте. Рейды проводят утром, когда количество людей максимальное и риск заразиться коронавирусом возрастает. Сегодня проверка прошла на остановке возле сквера Высоцкого. О результатах расскажет Максим Магомедов. До 80 проверок в неделю. Ежедневно межведомственная комиссия с участием сотрудников профильного департамента, представителей перевозчиков, сотрудников полиции и добровольной народной дружины контролирует, соблюдают ли пассажиры масочный режим в городском транспорте. В ходе проверки самарцам разъясняют, что поездка без средств защиты органов дыхания невозможна. Те граждане, которые понимают, что без маски продолжать поездку нельзя, они выходят добровольно. Многие из них тут же эту маску покупают и продолжают поездку на следующем автобусе. Те же, кто злостно сопротивляется введенному масочному режиму, на них составляется протокол. Те меры, которые введены, их следует соблюдать во имя своего здоровья и здоровья окружающих. О здоровье самарцев заботятся и перевозчики. Весь транспорт перед выходом на линию моют и дезинфицируют. С персоналом проводится регулярный инструктаж. Водители и кондуктора во время работы обязаны использовать средства защиты. О нарушениях пассажиры могут сообщить по телефону или в социальных сетях. Кроме того, на линии работают контрольно-ревизионные бригады, которые проверяют не только безбилетников, но и следят за соблюдением масочного режима. Мы проводим очистку всего подвижного состава после зимы. Очищаем от песка, от трудных загрязнений. Ну и, собственно говоря, после этого мы проводим обработку. Санитарную обработку подвижного состава. Обрабатываем специальной жидкостью, которая одобрена Роспотребнадзором. Лидия Гуськова всегда надевает маску в общественном транспорте. Говорит, безопасность здоровья для нее превыше всего. Я болела в 2020 году, я знаю, что это такое, что это за болячка. Поэтому я хожу в маске. Хоть я и привитая, но я все равно хожу в маске. За прошедшую неделю в отношении 61 человека сотрудники полиции составили административные материалы. С начала года в суды направлено уже более 900, а с начала пандемии почти 2000. Нарушителям грозит наказание до 30 тысяч рублей. Для рецидивистов размер штрафа достигает 50 тысяч. Максим Магомедов, Николай Сидоров, События. С 20 апреля по 10 июня в Самарской области рыбалка запрещена. У рыб начинается нерестовый период. Какое наказание грозит тем, кто решит пойти против правил, расскажет Мария Левина. С 20 апреля в регионе рыбалка запрещена. У рыбы начинается нерестовый период. Контроль за соблюдением правил рыбной ловли в самарских акваториях усилят. Для того, чтобы предотвратить браконьерство, сотрудники полиции совместно с природоохранными органами будут проводить регулярные рейды. На нарушителей будут составлять материалы, чтобы недобросовестные рыбаки ответили по закону. Им грозит административное либо уголовное наказание. Это зависит от того, насколько большим будет улов, каким способом он будет произведен и какая именно рыба будет поймана. Мы организовываем совместные рейды. И, конечно же, все эти материалы должным образом регистрируются в книгу учета сообщений о преступлении и правонарушении. По ним дается правовая оценка. По итогам правовой оценки уже принимаются решения либо о возбуждении уголовного дела, либо о составлении административного протокола. За 2021 год провели более 2000 проверок. В результате составлено 1376 протоколов. Это меньше, чем годом ранее. В 2022 году контролеры ожидают еще меньше нарушений. Правда, связывает это не с повышением самосознания у рыбаков, а с увеличением размера штрафов за незаконный улов. Нарушений становится меньше из-за того, что штрафы на рыбалку за водно-биологические ресурсы намного стали выше. Это очень ощутимо. Элементарно. Щука – 925 рублей. Когда запрет на период времени, умножается это все дело на двое. Граждане, которые находятся на водоеме, им только разрешено рыбачить с берега одной донной удочкой или поплавочной. Не более двух крючков на человека. Нерестовый период продлится до 10 июня. Мария Ильевна, Григорий Плешаков. События. Стартовал новый сезон официальной лиги Международного союза КВН «Самара». Накануне в одной восьмой финала сразились 8 команд. Подробности в репортаже. Зажигательные приветствия, остроумные номера и бьющие в цель шутки. Дан старт нового сезона официальной лиги КВН «Самара». Сезон новый. И во многих смыслах в этом году не только самарские команды будут принимать участие в нашем сезоне, но и приехали иногородние из Санкт-Петербурга, из Оренбурга. Могу сказать точно, КВН сегодня будет очень разный. В первой одной восьмой финала сразились 8 команд. Новички и опытные участники сыграли два конкурса «Приветствие» и «КВН-номер». В итоге 5 команд напрямую прошли в следующий этап. Ты не женская команда. Мы срежки такие классные. Поэтому в первую очередь нам нужно понравиться мужчинам. Как вы поняли, мужчинам нравятся женщины, которые молчат. Петр, закрой за мной. Это что, Бог? Да ну не. Мне кажется, это просто мужик из Пании вышел. Бабки бывают разные, агрессивные и безопасные. Но всем им охота доволи раздать социальные роли. Здрасте! А у нашей Риты две личности. Одновластная и эгоцентричная королева мира, а другая работает в МФЦ. Полный список четверть финалистов будет известен 15 апреля на 2-й 1-й 8-й финала. Отметим, игры официальной лиги Международного союза КВН «Самара» проходят при поддержке администрации городского округа «Самара». Виктория Шарая, Ольга Волкова, Григорий Плешаков. События. Футболисты «Крыльев Советов» прервали серию поражений в чемпионате России. Накануне в выездном матче самарцы одолели Урал. Волейболисты «Новы» в одном шаге от победы в российской высшей лиге А. А самарские дзюдоисты завоевали несколько наград на первенстве страны. Обо всем подробнее в нашей спортивной рубрике. «Крылья Советов» прервали серию поражений в чемпионате России по футболу. В матче 24-го тура самарцы на выезде обыграли Урал из Екатеринбурга. Волжане матч начали нервно, много ошибались, но смогли забить уже на 10-й минуте. Однако гол был отменен арбитром после видеопросмотра момента. В начале второго тайма самарцам снова удалось забить, и в этот раз по всем правилам. На 53-й минуте Глушенков вывел Зиньковского 1-1 с воротарем, Антон хладнокровно переиграл голкипера. После этого самарцы могли развить преимущество, но еще забить не смогли. В концовке уральцы остались в меньшинстве, а был удален Алексей Герасимов. Матч завершился 1-0 в пользу Крыльев, Волжане на седьмом месте в турнирной таблице. Волейболисты Новы начали суперфинал чемпионата России Высшей Лиги А с двух выездных побед над Челябинским «Динамо». Соперники сначала обменялись победными сетами, после чего преимуществом завладели новокуйбышевцы и забрали два сета, победив матчи 3-1. Во второй игре Волжане действовали еще увереннее. Ново снова отдала сопернику одну партию, но в остальных перевес новокуйбышевцев был неоспоримым. 3-1 победой во втором матче. Теперь счет в серии до трех побед 2-0 в пользу Новы. Закрыть серию и стать чемпионом Высшей Лиги А волжане могут в следующем домашнем матче. В Тюмени завершилось первенство России под дзюдо среди спортсменов до 23 лет. В соревнованиях приняли участие более полутора тысяч дзюдоистов из 55 субъектов Российской Федерации. Представитель Самарской области завоевали 4 медали. В турнире среди юниорок в весовой категории до 63 килограммов победила Стефания Власова. Вторую золотую медаль завоевала Мария Иванова. Ей не было равных в супертяжелом весе свыше 78 килограммов. Серебряную медаль для региона завоевала Софья Редькина в весовой категории до 78 килограммов. У юниоров самый лучший результат продемонстрировал Мухаммед Али Матаев. В весе до 100 килограммов он завоевал бронзовую награду. Эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС». Обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. В телеграм-канале городской администрации напоминают, что жители сами могут решить, какие самарские общественные пространства благоустроят уже в следующем году. Проголосовать за понравившуюся территорию можно будет с 15 апреля по 30 мая на федеральной платформе за.городсреда.ру. Напомним, в голосовании участвуют 20 общественных пространств по всему городу. Чтобы отдать свой голос, необходимо пройти авторизацию через портал госуслуг или зарегистрироваться, подтвердив номер телефона. Администрация Красноглинского района публикует в телеграм-канале «Бизнес Кейс». Это специальный комплекс услуг для плательщиков налога на профессиональный доход, который включает в себя несколько ключевых направлений, необходимых для успешного старта и эффективного развития проекта. Руководитель управления информацией и аналитики администрации Самары Елена Рыжкова рассказала, какую программу подготовил МВЦ «Самара Космическая» к 12 апреля. В 11 часов состоится презентация приключенческой игры для школьников. В 13 часов откроется выставка художника-графика Виктора Понидова. Также в этот день с 10 утра до 6 вечера можно будет увидеть экспонаты, обычно скрытые от посторонних глаз. Департамент транспорта Самары сообщает, что в связи с проведением мероприятия, посвященного Дню космонавтики, с 7 утра до 9 вечера 12 апреля по улице Молдогвардейской на участке от Маяковского до Полевой будет временно ограничено движение транспорта. Кроме того, с 6 вечера 11 апреля до 9 вечера 12 апреля будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС. Подписывайтесь на наш телеграм-канал и странички в Одноклассниках и во Вконтакте. О выпуске новостей вы также можете посмотреть на платформе Рутюб. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова